С российско-грузинской войны, ставшей первой на европейском континенте в 21 веке, прошло 15 лет. О том, что нападение готовилось России задолго до трагических событий, станет известно много позже. Мотивы Кремля, обозлившегося на прозападный курс Грузии, также кристаллизируются спустя время. Как и паттерн стори-теллинга российской пропаганды, убеждающей всех из себя в том, что Москва не вторгается в суверенное государство, а приходит спасать. Одним из главных доказательств того, что агрессором была именно Россия, является реальная дата начала вооруженного конфликта. Это 7 августа. Хотя вся российская дезинформация, пропаганда и дипломатические усилия в связи с августовской войной построены на том, что конфликт начался 8-го. Вы смотрите Сова Блог. Меня зовут Хатуна. Сова независимый голос о Грузии. На русском языке мы вещаем. Избилиси. Недавно в Грузии разгорелся скандал после того, как появилась информация о планах открыть в Тбилиси российско-грузинский университет, который бы финансировала Москва. Реакция возникла не случайно. Грузия одной из первых в новейшей истории столкнулась с последствиями переписанной в Москве реальности и переписанной истории. 15 лет назад на кремлевскую версию августовской войны повелись многие. В соответствии с Конституцией и федеральным законодательством, как президент Российской Федерации, я обязан защищать жизнь и достоинство российских граждан. По некоторым данным, информационное обеспечение августовской войны влетело к кремлю в копеечку. Главной задачей было выставить все таким образом, что Тбилиси внезапно напал на спящий Цхинварь. Путин меня предупреждал, что мы будем с вами воевать, а он говорит, что мы вам устроим кипрский сценарий. После августа 2008 года рейтинги на тот момент премьера Путина взлетели до рекордных 88%. Пока российские войска обстреливали грузинские территории, он находился на летних Олимпийских играх в Пекине. По официальной версии, в организации вторжения участия не принимал. Спустя время станет известно и о созвонах Путина с Медведевым и о разработанном плане нападения. В документальном фильме 2012 года «Потерянный день» бывший начальник Генштаба России Юрий Балуевский рассказал, что Путин решил провести военную операцию в Грузии еще до инаугурации Дмитрия Медведева в мае 2008 года. Существование плана потом признал и сам Путин. План был и, по-моему, это не секрет, именно в рамках этого плана российская сторона и действовала. Я уже об этом говорил публично и раньше, это не секрет, повторяю еще раз. План был подготовлен Генеральным штабом где-то в конце 2006 или в начале 2007 года он был мной утвержден. Маховик начал раскручиваться задолго до самого конфликта. Россия устраивала экономические, энергетические и военные провокации. В середине июля на Северном Кавказе начались крупномасштабные военные учения «Кавказ-2008». Участникам маневров были розданы брошюры под названием «Боец. Знай своего врага». В них содержалась информация о вооруженных силах Грузии. 1 августа 2008 года обстановка в Цхинвале накаляется. На объездной дороге Эредви-Хейти поджигают автомобиль грузинских полицейских. Несколько сел подвергаются обстрелам. День спустя, 2 августа, Россия начинает эвакуацию мирного населения из Цхинвальского региона. На следующий день грузинская разведка сообщает, что через Рокский тоннель в районе поселка Джава были переброшены подразделения отдельного разведывательного батальона 19-й мотострелковой дивизии 58-й российской армии. Уже 7 августа российские регулярные немиротворческие военные силы пересекают границу Грузии через Рокский тоннель и попадают на суверенную территорию Грузии. 23.35 того же дня, через 19-20 часов после российского вторжения, Тбилиси решается на ответную операцию. Согласно нормам международного права, вторжение вооруженных сил одного государства на территорию другого представляет собой акт агрессии. Государство, против которого осуществляется такая агрессия, имеет право на защиту. То, что Грузия защищалась, подтверждается многими источниками, в том числе информацией, просочившейся в российскую прессу из целого ряда независимых друг от друга источников. Одним из главных доказательств служат перехваченные Тбилиси разговоры так называемых юго-осетинских пограничников в районе Рокского тоннеля. В беседах, которые состоялись в 03.41 и 03.52 7 августа, мужчина, назвавшийся Гассиевым, проинформировал своего руководителя о российских военных машинах, в том числе бронированных, переполнивших тоннель. Во втором разговоре он же докладывает начальнику, что военная колонна уже пересекла Рокский проход. Еще одно свидетельство о начале российского вторжения в Грузию представил поддерживаемый Москвой бывший де-факто президент Абхазии Сергей Багапш. 7 августа 2008 года он заявил, что российские войска вошли в Грузию. Но авторами главных сливов являются российские СМИ. Среди самых примечательных эпизодов – статья, опубликованная в официальной газете Минобороны России «Красная звезда». Вне капитан 135-го полка Денис Сидристи заявил, что 7 августа его подразделение получило приказ двигаться в Цхинвале. Позже в статье дату поменяли на 8 августа, а потом и вовсе удалили. Еще одна подконтрольная Кремлю газета с многозначительным названием «Российская газета» писала об открытии пронзового бюста майору Денису Вичинову, погибшему в бою с грузинами в августе 2008 года. В статье упоминалось, что Вичинов отправился на военную службу в Цхинвале утром 7 августа. Также в сети есть информация, опубликованная российской правозащитной организацией, касающаяся военнослужащего, погибшего 7 августа. Фонд сообщает, что Владимир Силипитов служил в 3-м мотострелковом батальоне 693-го полка и скончался на территории Грузии 7 августа. По официальной версии он покончил с собой. Эти и многие другие доказательства в пользу того, что Россия напала на Грузию 7 августа, вы найдете в статье «Саввы, когда началась война, как Россия заставила поверить в 08.08.08». Я прикреплю ее к видео. Война 2008 года продлилась всего несколько дней, но унесла жизни 170 сотрудников Минобороны Грузии, 14 полицейских и 224 мирных жителей. В результате конфликта количество вынужденно перемещенных лиц в стране увеличилось еще примерно на 30 тысяч человек. Окончательно оформилась оккупация Грузии. У демаркационных линий регулярно, незаконно задерживают и похищают наших сограждан. Не забудьте поделиться своим мнением в комментариях и поддержать сову лайком. Вы смотрели сова-блог, меня зовут Хатуна, увидимся в следующих выпусках.